Как известно, жалюзи бывают горизонтальными, вертикальными и рулонными. Делают их из пластика, металл, ткани, дерева и других материалов. Выбор же цветов, рисунков или фотографий просто огромен. Но обычные белые горизонтальные жалюзи уже долгое время находятся на первом месте по популярности среди покупателей. Это что называется классика жанра. Они могут закрывать как все окно, так и отдельные его части. Производство начинается с нарезки пластикового или алюминиевого профиля. Это будущий карниз, в коробе которого скроет весь механизм управления вот такой завесой. Еще одна деталь, которую также рубят на прессе, грузовая ламель. Так называется самая нижняя и самая тяжелая горизонтальная планка всей конструкции жалюзи. Ламель в длину меньше карниза на 35 миллиметров и равна длине остальных планок. Это своеобразный груз, утяжеляющий тонкие и легкие алюминиевые полоски. В полученных заготовках нужно пробить так называемые технологические отверстия. Клещами по краям грузовой ламели выдавливают две дырочки для пропуска лески. Она зафиксирует края планок, а после в тисках пробивают прямоугольные окошки. Такие же делают и в карнизе. Над ними установят суппорты и механизмы, отвечающие за подъем, опускание и вращение планок ламели. Теперь отрезают металлический штифт нужной длины. Этот вал соединит два суппорта в карнизе, которыми и будет осуществляться управление всей конструкцией. На фабрике приступают к обработке алюминиевой ленты, из которой делают ламели. Лента намотана на ролик, ее толщина всего несколько миллиметров. Ролик заправляет в автоматический станок. Также в станок заправляют веревочную лесенку, в которую будет автоматически заходить алюминиевая планка. Теперь в компьютер заносят необходимые параметры – длину и ширину жалюзей. После чего можно нажать на кнопку и, как пелось в известной песне, получить результат. Плоская лента проходит через профилирующие узлы. Два ролика совсем немного загибают ее края внутрь. Дальше уже спрофилированная лента доходит до пробойников, где в ней выбивают четыре отверстия. Два по краям подлеску, фиксирующие края всех планок, и два для направляющих. После лента автоматически обрезается ножом и подается в веревочную лесенку. Лапки станка приподнимают ламель, подтягивая за собой следующий шаг лесенки. Их количество напрямую зависит от длины изделия. После того, как нужное количество ламелей набрано, станок приподнимает стопку алюминиевых планок и обжигает края веревочной лесенки. Их зажимает термоэлемент, внутри которого вольфрамовая нить. Через нее подается ток. Нити оплавляются за несколько секунд. Следующий этап производства горизонтальных жалюзи – сборка. Сначала сборщица вставляет пластмассовые заглушки по краям грузовой ламели. У заглушек на концах есть кольца. В них позже проденут леску. Затем обрезают лишнюю веревочную лесенку, оставляя на регулировку чуть больше 10 сантиметров. Края с двух сторон зажимают маленькой металлической скобкой. Внутри профиля, над прямоугольными отверстиями, выдавленными в начале производства в прессе, закрепляют два пластмассовых суппорта. Снизу карниза, через каждый суппорт продевают узкую полоску атласной ленты. Это и есть направляющие. Края ленты зажимают и немного наматывают на катушку. На ней же фиксируют петлю веревочной лесенки, пропущенную также из-под карниза через держатель. Катушку защелкивают в суппорте и закрывают маленькой пластмассовой крышкой. Между катушками внутри карниза пропускают металлический штифт – поворотную ось механизма управления. Теперь сборка самого механизма управления. Это небольшая пластиковая коробочка неправильной формы. Внутри нее вращающийся ролик и фиксатор. В него хитрым способом вставляют цепочку с петлей, за которую пользователь будет поднимать и опускать жалюзи. Весь этот блок надевают на металлический штифт и прижимают до щелчка. Под самую нижнюю планку жалюзи укладывают грузовую ламель. Теперь ламели выравнивают по краям и в дырочке продевают леску. Она проходит и через кольцо декоративной торцевой заглушки грузовой ламели. Сверху от карниза через прямоугольное отверстие в ламелях пропускают узкую атласную ленту, направляющую, намотанную на катушке двух суппортов. Ее и край лесенки фиксируют в грузовой ламели обычной заглушкой. Теперь жалюзи относят на стенд проверки и регулировки. Это своего рода модель окна или оконной створки. Карниз устанавливают на кронштейнах и начинается испытание на качество механизма управления. Жалюзи несколько раз складывают гармошкой и выпрямляют на всю длину. Контролируют, симметрично ли опускается и поднимается полотно, нет ли перекосов, если есть, устраняют. Затем от стенда проверки вновь на стол сборщицы. Необходимо установить декоративные панели, прикрывающие механизм управления. И подготовить к упаковке, завязав веревочки вокруг собранных жалюзи. Теперь осталось изделие упаковать. Сначала в пакет собирают необходимую для крепления жалюзи фурнитуру. После в пленку упаковывают сами жалюзи и скотчем к ним приматывают кулек с набором для монтажа.